Здравствуйте, в эфире студия репортер, меня зовут Анастасия Левкович. Самый красивый дом в Одессе, дом Руссова. Каждый раз, когда мы о нем говорим, мы употребляем чаще всего слово многострадальный. И в принципе причин на это очень много, потому что за последние 13 лет он говорил более чем 10 раз. В нем сейчас ведутся экспертные исследования, работы, немецкие эксперты оценивают, что сейчас делать с домом Руссова. После последнего пожара 30 сентября, который мы все помним, дом сейчас в аварийном состоянии. Для того, чтобы обсудить его дальнейшую судьбу и вообще что с ним делать, мы пригласили в студию человека, который занимается этим вопросом уже очень давно. Это Марат Якупов, общественная организация «Мой дом Одесса». Марат, здравствуйте. Здравствуйте. Марат, вот расскажите сначала, сколько лет вы уже занимаетесь вопросом дома Руссова? Ну, наверное, сейчас уже четвертый год. Почему тогда, 4 года назад, вы пришли именно к этому зданию? Ну, нужно было прийти и раньше на самом деле, потому что все беды начались с 2009 года, когда произошел самый большой пожар в этом доме, самый разрушительный. Обрушилась крыша, обрушилась башня, после пожара начали рушиться перекрытия. Тогда, если я не ошибаюсь, несколько раз он говорил за один год, правильно? Да. Да, и особо наше внимание, нашей организации, мы приковали события 2016 года в сентябре, в январе, извините, в начале 2016 года произошло 3 пожара в одни сутки. Причем это произошло во время морозов, потом после морозов был дождь, и потом произошел 3 пожара. И официальная версия была самовозгорание. Нас это возмутило, потому что при таких погодных условиях никакого самовозгорания по законам физики быть не может. И поэтому, собственно, тогда возникла идея установить камеры видеонаблюдения, потому что никто не озаботился охраной этого памятника архитектуры. Ни городские власти, ни собственник большинства внутренних помещений, инвестор Руслан Терпан, который должен, по идее, радеть за свою собственность. Но этого он не делал, а мы видели, что уже много лет шло полномерное уничтожение памятника архитектуры. Сколько камер вы установили, и где конкретно они были? Мы установили 5 камер, то есть мы очень долго собирали, на самом деле, средства. И средства собирали простые одесситы, по 200, по 50 гривен. То есть не было никаких больших спонсоров, как вы понимаете. И поэтому расследовался почти на год этот сбор средств. Мы установили 5 камер, 2 на улице Садовой и 3 во дворе. А кто следил за тем, что передавали камеры? Зачем? Ну, то, что передавали камеры? Собственно говоря, в этом была проблема, что мы долго искали точку доступа к интернету. И камеры были зацеплены на регистратор. Регистратор мы поместили в соседнем доме у людей, которые согласились у себя это разместить. Но, к сожалению, они сами не силены в технике, поэтому не следили за тем, что происходит на регистраторе, на камерах. И вот это слабое звено техническое, касаемо интернета, интернет-доступов, собственно говоря, обезоружило несколько эту систему. Я помню, что мы с вами обсуждали вопрос о камерах еще, кажется, в августе, в конце июля, в начале августа, когда познакомились тогда. И как раз тогда был вопрос о том, что дом Руссов опять снова был открыт для доступа, туда можно было выходить. И мы как раз снимали там сюжет. Вот, кроме камер, мы пригласили рабочих свадщиков, добровольцев, которые бесплатно укрепили ворота центральные, сделали боковую калитку, которая закрывала боковой вход за забором. Мы понимали, что мы не можем таким образом полностью оградить дом от доступа для нежелательных лиц. Но своими действиями мы хотели показать, что элементарные вещи делать можно, для того, чтобы обеспечить какую-то охрану. Скажите, а вот в итоге это, ну, мы видели, как вы боролись за это, вы ставили замки, вы ставили камеры. Какие-то движения со стороны власти были, чтобы помочь? До того периода нет, к сожалению, никакой реакции не было. Правда, спустя несколько месяцев поднялся просто консервации дома. Опять же, долго сделали эту смету. Сначала была одна цифра 800 тысяч гривен, потом она где-то за неделю выросла до 1 миллиона 600 тысяч гривен. Фактически выделили 700 тысяч гривен. И, как говорит подрядчик, пришлось разбить консервацию на два этапа. И они провели первый этап, так называемый. То есть первый этап – это неполная консервация. Таким образом, полностью решить проблемы по консервации не смогли. Что вот из себя представляет эта консервация? Потому что на тот момент это полностью разбитые, выбитые окна были, дыра в крыше, все это протекало, балконы, которые висели. Что сделали подрядчики? Они вывезли много машин мусора строительного, который образовался в результате обрушения, перекрытия. Золотали каким-то образом крышу и вставили щиты из ДСП или ДВП в окна. Но, к сожалению, мы, я должен сказать, что дали ключи от замков, которые поставили во время своей акции. Понимаю, что нужно провести эти работы. Но после окончания этих работ мы увидели, что ворота были выворачены, раскрыты настиж буквально. Замков не оказалось. То есть рабочие очень безответственно отнеслись к этому? Ну, не столько рабочие, но столько организаторы, я бы сказал. Потому что все-таки там есть прораб, какой-то мастер, который за этим следит, у которого в руках должны были быть ключи. Ни замков, ни ключей не оказалось. И, опять же, дом оказался на распаршах открыт для кого угодно. Что в итоге? В итоге стали опять рассадкивать эти свежие стройматериалы, которые применялись при консервации. И таким образом были потеряны деньги, которые были заплачены налогоплательщиками Одессы. Вот я помню, как раз тогда, когда мы с вами познакомились, вы готовили перформанс на стенах Дома Руссова. Вы собирались показать кино. Расскажите про эту акцию и о том, чем она в итоге закончилась. Мы эту акцию провели 16 июля. Это были дни Одесского международного кинофестиваля. Мы надеялись на то, что привлечем таким образом внимание международной общественности, не побоюсь этого слова, к проблемам вообще культурного наследия в Одессе. И вот Дома Руссова, который является самой большой нашей болью. И визитной карточкой, на самом деле, Одесской архитектуры. И мы пригласили организаторов кинофестиваля, участников. Много было зрителей? Зрителей было немного. Пришли одесситы, которые действительно болеют душой за город. И они на выступали. То есть не было подготовленных речей, были слова сказаны от сердца. И итог у нас был хороший. Почему? Потому что обратили внимание на это французская журналистка, обратила внимание, Анна Бастокян, журналистка журнала «Мариан», которая выходит в Париже. Она аккредитована была на кинофестивале. Пришла к Дому Руссова, посмотрела его уже в дневное время. Посмотрела центр города. Она уже второй раз в городе. В нашем первый раз была два года назад. И говорит, что за эти два года она видит разительные перемены не к лучшему в архитектуре Одессы. После публикации во французской прессе, как это повлияло на отношение к Дому у властей? Я скажу, что на самом деле реакция была не после публикации во французской прессе, а на следующий день после акции. Наша акция была в воскресенье, а в понедельник уже было аппаратное совещание, на которое мэр города сказал, что он намерен выработать юридические процессы по возврату внутренних помещений дома Руссова в собственность городской громады. Это то, о чем мы говорили на акции в воскресенье. Поэтому реакция была практически сразу. Вот сейчас, после последнего пожара, который был 30 сентября, главный шаг, который сделали городские власти, это установление будки муниципальной охраны возле дома. И в принципе мы были на месте, мы видели, что там муниципальная охрана присутствует. Я знаю, что вы общались с местными жителями, с соседями дома Руссова. А вот как они описывают работу муниципальной охраны на месте? Да, буквально где-то неделю назад позвонила жительница соседнего дома, с Пребеженского, 21, сказала, что через ее двор залезают бездомные. То есть поддок все не продолжается? Да, в двор дома Руссова. Она обратилась к охранникам из муниципальной охраны, и ей сказали, ну вот нам сказано здесь стоять у входа, у ворот, мы стоим здесь, а мы не можем обеспечить круговую оборону для дома. Ну, я считаю, что это, конечно, недоработка, скажем так. Ну, вот то, что мы видели, мы с съемочной группой ездили на место, и там стоят действительно охранники, но все, чем они занимаются, это они просто распорошенно ходят в округи, и сейчас у них основная такая задача провести тепло или какую-то электроэнергию в будку, потому что она, по сути, холодная. Но вопрос главный в том, что нужна ли эта муниципальная охрана, если дом, по заверениям людей, которые там находятся постоянно рядом, в частности, мы разговаривали с парковщиками, которые работают возле дома, там каждый день что-то обваливается, падает, если это сегодня кирпичит, то завтра это может быть балкон целый. Вот я знаю, что вы общались с представителями городских властей, которые занимаются домом Росова, я знаю, что там подготовлены какие-то выплаты, работы, все идет в процессе подготовки, и вот пару слов по поводу того, что сказали немецкие эксперты после того, как побывали в доме Росова. Немецкие эксперты, которые были вызваны по инициативе мэрии в Одессу, они провели фотометрию фасадов и провели экспертизу состояния домов, в смысле, стен и фундамент. И определили, что они находятся в удовлетворительном состоянии, в смысле, они могут поддаваться ремонту и реставрации. То есть у нас еще есть надежда то, что конструктив дома достаточно прочный для того, чтобы дом отреставрировать. То есть все еще есть возможность, что весь этот фасад, каркас можно будет оставить? И насколько мне известно, что сейчас уже выделено 61 миллион гривен на то, чтобы отреставрировать фасад и обеспечить кровлю дому, то есть как бы внешние работы. То есть я так понимаю, что внутри делаться ничего не будет, потому что мало средств. Будет обеспечена только внешняя оболочка дома. Я знаю, что вот в таких старых домах очень большая проблема в том, что когда идет температурный перепад, то есть когда открыты окна и воздух заходит, то именно это и провоцирует в итоге развал, падение, разрушение. Я так думаю, что поскольку здесь не будет такого отопления ни снаружи, ни внутри, то есть главное обеспечить непроникновение осадков. То есть нужна хорошая кровля и следить за фундаментом. Вот мы с вами разговаривали о танцоре Дмитрия Датскому. Он недавно после пожара уже проводил акцию возле дома Руссова. Расскажите, как Дмитрий с вами связался и что это было за акция? Мы с Дмитрием знакомы давно, но вот именно сейчас он проявил такую инициативу. Он захотел сделать свой вклад в защиту дома Руссова. Обратите еще раз внимание общественности, властей к этой проблеме. Он актер, театра Буто. Это японский танец. Да, японский танец, специальный, особый. И он станцевал на площади, на соборной площади перед домом танец, при котором скандировалась, повторялась фраза «Не смотрите на меня». То есть он изображал обгоревшего человека, который должен был олицетворять дом Руссова. и показывал то, что равнодушие людей может погубить в итоге этот памятник архитектуры, что, собственно, происходит постоянно у нас. Масонский дом у нас обрушился. Вот Дмитрий тоже говорил о том, что он почувствовал, что он должен это сделать после того, как он увидел, как на его глазах развалился тот самый масонский дом. Да, он там недалеко живет, кстати. Да, вот. И скажите, какова вероятность того, что, не дай Боже, но все-таки дом Руссова повторит такую же судьбу? Ну, если опираться на мнение немецких экспертов, то конструктив еще достаточно прочный. Вот. Если мы не дадим разрушителям действия дальше, то есть обеспечим охрану и проведем вовремя, начнем, наконец, проводить какие-то работы и по консервации, и по реставрации, то я надеюсь все-таки, что дом устоит. То есть надежда все еще по-прежнему присутствует. Но я думаю, что в ближайшее время, раз уж какие-то средства уже выделены, скоро они будут начинать применяться в ту задачу, в которой они выделяются, поэтому дом Руссова мы не можем потерять. Это очень важный памятник. Это будет очень серьезное пятно на репутации всех одесситов. Не только властей, но и всех одесситов. Я думаю, что за эти годы одесситы много раз доказали, что они неравнодушны к этому памятнику. А я напомню, что это была студия «Репортер». Меня зовут Анастасия Левкович. Не переключайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова